Всем привет, с вами Прио, и пришло наконец-таки время поговорить о воине ветки защиты, иначе говоря про тваре. Про твар это мой сигнатурный класс, сигнатурный спек, на котором отыграно большое количество времени, около 670 дней чистого времени, это очень много на текущий момент времени. И в текущем гайде полностью все обсудим и разобьем на 13 пунктов абсолютно всю составляющую воина, поговорим о накоплении ярости, о расходовании ярости, о каких-либо прочих интересных моментах, и просто-напросто обсудим текущую позицию протвара в рынке танков, скажем так. Ну, на рынке танков в текущий момент происходит такая ситуация, что воин танк, хоть и со своими якобы очень сильными нерфами, насчет того, что аватара теперь дает бурст к удару грома не 100%, а 30%, ну, честно говоря, это вообще никак особо не скажется на танковании воина. Ну, да, в итоге дамага меньше протвар в ООЕ, но как-либо защитные его при этом кулдауны в принципе не пострадали, пострадал лишь только чуть-чуть дэмэдж по сравнению с патчем 8.1.5. Это не страшно, и поэтому протвар занимает первое место на текущий момент при танковании. Он очень хорош в рейдах, он очень хорош в мифик плюсах. Первый пункт, с которого мы начнем, это накопление ярости. Накопление ярости у воина происходит при получении урона, при нанесении урона, ну, а также при использовании некоторых бурстовых кнопок, например, аватары, а также при использовании каких-либо кнопок, использующих время восстановления. Например, мощный удар щитом генерирует 15 ярости, перехват, совершенный как к противнику, так и к союзнику, дает 15 ярости, ну, а также удар грома, о котором было сказано чуть ранее, дает 5 единиц ярости. Конечно, ярость накапливается, ярости накапливается достаточно много, и ее нужно тратить. На что ее можно потратить? Блок щитом 30 ярости, стойкость к боли, которая тратит 40 ярости, а также реванш, который тратит 30 ярости. Блок щитом позволяет блокировать самые обычные атаки, нанесенные в мели, какими-либо мобами, и если эти атаки считаются физическими. Стойкость к боли игнорит половину дэмэджа, который был по нам нанесен, неважно магия, либо физдэмэдж, ну, а реванш это просто атакующая кнопка, которая бьет рядом находящихся противников. У воина достаточно мобильности. Это два перехвата, которые могут быть выполнены как к союзнику, так и к противнику, а также прыжок. Используя определенный талант, кд прыжка можно уменьшить. Не стоит забывать и о защитных кулдаунах. Защитные кулдауны у протвоина на текущий момент такие. Глухая оборона, минус 40% на 8 секунд. Деморализующий крик, минус 20% наносимого урона по воину на 8 секунд. Отражение заклинания позволяет воину получать на 20% меньше магического дамага на 5 секунд, но если в течение 5 этих секунд был получен какой-то магический урон, и если он отразится в противника, то это уже будет не 5 секунд, а вплоть до, получается, первого отражения заклинания. Не шагу назад, которая дает воину 30% хп на 15 секунд, ну, а также роленкрай, ободряющий клич, который дает 15% здоровья на 12 секунд. Поговорим о талантах. Таланты у воина не особо такие разношерстные, в принципе, все играют более-менее в одном билде. В первой полосе талантов берется такой талант, называемый гущу боя, позволяет накапливать воину дополнительное количество скорости за рядом стоящих союзников либо противников. Далее берется предельный шаг с целью того, чтобы прыжок кдшился быстрее и с целью того, чтобы получать спринт после прыжка. Далее берется талант неудержимая сила, который позволяет сократить время восстановления удара грома, а также при включенной аватаре, при выбранном этом таланте, повышается дэмэдж от удара грома на 30%, а ранее было 100%. Следующим талантом идет поддержка, и стоит сказать об этом таланте несколько интересных моментов. Во-первых, то, что сокращается кд такой способности, как ни шагу назад на 60 секунд. Вместо того, чтобы восстанавливаться ей 3 минуты, она восстанавливается 2 минуты. Это классно. К тому же, во-вторых, при использовании ни шагу назад мы блокируем абсолютно все атаки, которые идут по нам в ближнем бою. То есть, в момент ни шагу назад мы можем не нажимать блок щитом. Все атаки будут и так заблокированы, и в итоге мы просто-напросто сможем отрегенить заряды блока щитом. Ни шагу назад действует 15 секунд. Если у нас хорошее количество скорости, то даже быстрее, чем за 15 секунд, мы откдэшим эти 2 заряда блока щитом. Далее в пятой строке идут ситуативные таланты, и зачастую берут сотрясение земли. Сотрясение земли позволяет откдэшить ударную волну на 15 секунд быстрее, если ударная волна попала хотя бы по 3 целям. Очень хороший талант в мифик плюсах. Далее весьма интересный момент. Можно сказать, чуть ли не главный талант, который позволяет воину дамагать. Тут можно сделать выбор между сокрушителем и лужаной глоткой. Сокрушитель освобождает нас от спама кнопки сокрушения. К тому же пассивно увеличивает наш дэмэдж от автоатак и позволяет откдэшить мощный удар щитом. Лужаная глотка позволяет накопить ярости сразу же с пула, к примеру, и увеличивает дэмэдж по мобам на 15%. Я так посидел, подумал, почему бы не засимить эти таланты. То есть я относительно недавно вернулся на вара после долгого перерыва и долго метался между этими двумя талантами. Результаты можете увидеть, в принципе, на экране. Они не особо отличаются, так что тут дело, наверное, техники уже. Наверное, стабильнее все-таки будет лужаная глотка. Это та ярость, которая дается гарантированно. А сокрушитель, прок мощного удара щитом, увеличение автоатак, это приятно, но как-то под вопросом все равно. В последнем тире талантов, само собой, берется управление гневом. Управление гневом, превосходный талант, позволяющий за израсходованную ярость быстрее восстанавливать такие кулдауны, как аватара, ни шагу назад, глухая оборона и деморализующий крик. Деморализующий крик и так имеет малое кд, мы его еще сокращаем. Глухая оборона имеет большое кд, и мы его дополнительно сокращаем. Этот кулдаун, аватара, ни шагу назад, тоже прекрасно. Так что в последнем тире талантов, само собой, берется управление гневом. Далее рассмотрим азеритовые таланты. Есть очень полезный азеритовый талант, называемый оглушительный раскат. Что он позволяет делать? Принцип прост. Во время действия деморализующего щита, удар грома, совершенный по противнику, продлевает его действие на 2 секунды, вплоть до 6. Другими словами, нам нужно во время деморализующего крика, в идеальной ситуации, сделать 3 удара грома, чтобы деморализующий крик продлить дополнительно на 6 секунд. А как мы помним, деморализующий крик дает по нам снижение дэмэджа на 20%. Мы же хотим, чтобы по нам проходило меньше дэмэджа. Наша роль танковская, получать меньше дэмэджа, поэтому, конечно, нужно это делать. Оглушительный раскат берется лишь в одном экземпляре, потому что, даже если мы возьмем его 2 или 3, то мы лишь только повысим дэмэдж от удара грома. Но секунды, бонусные, которые мы будем получать от использованных ударов грома, никак не будут прибавляться. Увы. Топ-2 азеритовый талант – это блокировка удара. Использование мощного удара щитом повышает вероятность блокирования на определенное число, а также увеличивает урон от мощного удара щитом. Этот эффект суммируется при многократном применении. То есть, чем больше мы нажимаем мощный удар щитом в течение 9 секунд, тем больше вероятности блокирования и дэмэджа от последующих мощных ударов щитов на 9 секунд мы получаем. Прекрасный талант, хорошо работающий. Оплот мощи – тоже достаточно мощный азеритовый талант. Аватара, наша кликабельная кнопка, бурстовая, повышает искусность на определенное число на 20 секунд, а также мгновенно дает нам эффект стойкости к боли. Также оплот мощи синергирует с таким интересным реликом эссенции в шее, как ведение совершенства, которое добывается с мехагона. Об этом мы еще поговорим. Прекрасный талант, пульсирующие волны. Такой азеритовый талант, азеритовый трейд, добавленный в обновление 8.2 и встречающийся на новых вещицах. Весьма хорош, дает сейф, дает микро-дэмэдж. Полезно, почему бы и нет. Следующим весьма хорошим азеритовым трейдом является железная крепость. Железная крепость пассивно повышает нашу вероятность блокирования. А также при блокировании атаки нападающий на нас противник получает определенное количество физдэмэджа. Критическое блокирование удваивает этот урон. То есть пассивное повышение стат это приятно, пассивное повышение блокирования, ну еще приятнее. Топ-6 талантом является кровавый спорт. Позволяет при нажатии стойкости к боли блокировать чуточку больше урона, а также на небольшое число увеличивается показатель самоисцеления. Когда-то оно может нас спасти, но поэтому талант и стоит на таком шестом месте. Не очень сильный, но полезный. Бесконечная верность, талант который был введен в 8-2 азеритовый, не особо полезный, поэтому стоит на седьмом месте. Чародейское сердце, стоящее на восьмом месте, аналогично. Жестокий реванш на девятом. Тот эффект, который мы получаем от реванша, он не особо полезен по сравнению с теми, которые стоят на первых шести пунктах. Пробежимся немножко по характеристикам. Характеристики у воинов специализации защита достаточно просты. Что нам нужно собрать? Скорость. Скорость основной стат, который позволяет нам иметь меньшее кд на блоке щитом, например. Далее мы собираем универсальность. Универсальность это постоянное понижение дэмэджа. Физического, магического, от каких-либо дот. Так что прекрасный стат, который идет на втором месте. Мастери, иначе искусность, собирается третьим статом. Далее четвертым идет крит. То есть нам цены конкретно статы, а не итем левел. Зачастую хаст, верса. В основном это те шмотки, которые мы должны надевать, пытаться ролять с рейдов, либо с ключей. Конечно, нашим приоритетом является скорость. Но в тот момент, когда мы будем вставлять ювелирные камни, не стоит забывать об одном камне на силу. Тот камушек, который вставляется в единичном экземпляре, дает 120 силы. Это очень много, чтобы просто-напросто его заигнорировать. Вставляем один камушек на 120 силы, все остальные на 50 скорости. Если поговорить о зачарованиях в текущий момент в Battle for Azeroth, боевых каких-либо чарок очень мало. Чарим мы два колечка на скорость, на 60 скорости. А пушечку нашу основную мы чарим на быструю навигацию. Быстрая навигация это та самая чарочка, которая позволяет увеличивать показатель скорости. Максимальное количество скорости обеспечит нам максимальный профит, который мы только можем получить. Использование фласок, припотов и потов также важно в танковании. Если рассматривать постоянную фласку, это обязательно сила. Если рассматривать припот, который мы выпиваем перед пулом, поэтому он и называется препот, то он идет на силу. В тот момент, когда нам нужно выпить второй поушен, мы рассматриваем нашу боевую ситуацию. Если боевая ситуация располагает таким образом, что мы бьем одного мобчика, мы выпиваем также поушен на силу. Если рядом с нами есть небольшая кучка мобов, то мы выпиваем зелье усиливающего окружения, которое позволяет накапливать дополнительную силу при испитии данного зелья. При рядом находящихся мобах просто просчитайте, что будет полезнее. Обычный пот на силу, либо зелье усиливающего окружения. То есть, с какого поушена вы получите больше прирост. Конечно, нужно много кушать. Бесспорно. Еду мы используем на силу, находясь в рейде. А в мифик плюсах мы можем скушать еду на увеличение мувспида. Но если же у вас какой-либо недобор хосты, как вы считаете, то можете это просто-напросто заигнорить и кушать еду на хосту. Дело ваше. В обновлении 8.2 в шею, в сердце Азерот, которое мы так упорно раскачиваем, путем выполнения любимых локалочек, самое главное увлекательных, в шею были встроены эссенции. Три слота. Один большой и два малых, которые открываются по мере прокачки ожерелья. По эссенциям есть отдельный видосик, в котором я обсуждаю абсолютно все эссенции, которые есть на текущий момент, и абсолютно все эссенции, которые полезны для воина, которые ситуативны для воина, либо которые имеют меньшую ситуативность. А также там под четвертым пунктом есть те, которые вообще не имеют никакого смысла для воина ветки защиты, и могут использоваться там, я не знаю, только при фарме кабанчиков, например. Да, там есть такие хорошие эссенции. Абсолютно все пункты рассказаны. Постарался уложиться достаточно быстро, но все равно натикало, ну так, прилично времени, в принципе. За основу, конечно, был взят тот гайд, который я еще делал в Легионе, в сентябре 16-го года. Если кто заметит, то пункты там, в принципе, аналогичные. Как я считаю, получилось неплохо. В комментариях можете написать какой-либо свой экспириенс, свой опыт по воину ветки защиты. Может быть, я в каких-то местах был неправ, но постарался рассказать все достаточно точно, объективно, опираясь на личный опыт и опираясь на то, что было увидено где-либо. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачи в луте, а самое главное, удачи при наборе правильных стат. Берегите ноги, до скорого.